Добрый день! Сегодня 7 июля 2050 года. Это прогноз погоды по России. Как обычно в начале выпуска, свяжемся с космической станцией мониторинга за опасной погодой. Приветствую всех телезрителей. Вот самые важные моменты на сегодня. Волна субтропического тепла продолжает медленно накрывать европейскую территорию России. Восточнее Сибирь. Активные мезоциклоны, возникающие на фронтальной зоне, поливают сильными дождями, грозами, градом юг Урала и Западной Сибири. И посмотрим, что происходит на Дальнем Востоке. Так вот, к Приморью. Уже третий в этом сезоне приближается тайфун, а над севером Дальнего Востока по-прежнему видны дымовые шлейфы от лесных пожаров. И, наконец, Арктика. Похоже, акватория Ледовитого океана уже полностью освободилась от льда. Большое спасибо. Теперь у нас на связи Гидромедцентр. Насколько далеко смог заглянуть наш гиперкомпьютер и к каким переменам, по мнению прогнозистов, надо готовиться россиянам? Добрый день. Перемены будут, но не стремительные. Сейчас в атмосфере устанавливается блокирование западно-восточного переноса. Мы ожидаем, что гребень волны Росби будет располагаться над европейской территорией России. Это обеспечит период жаркой погоды. Значение дневной температуры будет достигать 35-37 градусов. Это на 7-9 градусов выше климатической нормы. В Москве возможно повышение температуры до плюс 40. Высоки шансы, что будет обновлен абсолютный максимум лета, который составляет 38,2 градуса и держится с далекого 2010 года. А где сейчас в нашей стране лучшие условия для отдыха на море? На Черном море кратковременные дожди с грозами днем комфортные. Плюс 28-30. Температура воды достигла 26 градусов. Но опасность вызывает то, что в атмосфере создались условия, когда начинают формироваться смерчи. Не исключено их выход на побережье. Очень теплая вода сейчас на Балтике до 25, но погода ветреная с дождем. Через пару дней она немного успокоится. Температура воздуха повысится до 28. Пляжный сезон открывается на побережье Белого и Баренцево морей. Вода прогрелась уже до 20-22 градусов. Теперь в нашей студии климатолог из отдела оперативного мониторинга. Мы решили спросить, как изменился климат в России за последние 30-40 лет. Да, наши дедушки и бабушки очень бы удивились, узнав, что в Арктику теперь можно поехать на экскурсию и не замерзнуть. Высокая температура июля, свободная теперь от льда вода, существенно облегчают судам плаваний по бассейну Северного Ледовитого океана. Только густые дымки и туманы требуют повышенного внимания и осторожности. За эти годы мы два раза обновили климатические нормы температуры воздуха и осадков. Разница очень заметна. Изменилась повторяемость опасных явлений погоды. На европейской территории России стали более частыми волны тепла. Удивляют и большие контрасты температуры в соседних районах. Летние дожди практически везде стали более частыми и интенсивными. За изменениями климата следует и меняющаяся статистика отпусков россиян. За последние годы все больше людей проводят каникулы осенью или вообще зимой, когда температура в курортных городах зачастую держится около отметки плюс 10 градусов, а погода наиболее стабильная и спокойная. Спасибо, Ирина. Это вся информация на сегодня. До встречи и следите за нашими выпусками. Субтитры создавал DimaTorzok As you have just seen, climate change will increasingly affect our day-to-day weather. But we don't have to wait until 2050 to witness its impact. Already today, many parts of the world are experiencing more intense rainfall, floods, storms, heatwaves, droughts. We need to minimize these negative impacts, and the best way to do that is to rapidly and significantly reduce our emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases. We have the power and the responsibility to create a better future for ourselves and for those to come. But we need action at least at two levels. We need a new, robust, global climate change agreement. And we need local policy that points us toward green growth and action by investors, industry, cities, and regions. Then we can arrive at a stable, climate-neutral future. Let's work together to make our societies safer and more resilient. Please join me in taking action on climate change. Thank you.